Привет, друзья! С вами Раш Наредзука. Сегодня мы познакомимся с игрой Star Wars Battlefront, а точнее сию, мультиплеерной бета-версией на консоли PlayStation 4. Значит так, что у нас здесь есть? Здесь есть мультиплеер онлайн от 6 до 40 игроков. Да ладно. Есть миссии, ну там открыта только одна миссия, можно играть её с другом, ну, отражение волн врагов. Можно играть одному, можно играть по сплит-скрину. Тут даже показано, будет 4 карты. В общем, играть можно одному, можно по сплит-скрину с другом или с другом по онлайну проходить. Ну, там ничего особенного, коротенькая миссия 6 волн врагов. Нас интересует именно мультиплеер, давайте начнём с ним знакомиться. Итак, здесь у нас 2 режима, Drop Zone и Volker Assault. Вот тут до 40 игроков, я так понял, да? Волкер Зон 16 игроков. Так, ну давайте начнём с Drop Zone. Точнее, да, Drop Zone 16 игроков, Волкер Assault 40. Fast Paced Action with Single Objective. Ну, короче, одно задание всего лишь есть, да, и вот движуха идёт. А здесь уже батлы, битвы с использованием AT-AT. Кто-то атакует, кто-то защищает, короче, защищается. AT-AT, вот эти здоровые шагоходы. Давайте начнём. Остальные все миссии закрыты. То есть режимы пока что... Не знаю, будут ли они открыты в бете или только уже в полной версии игры. Так, зона высадки. Разбились спасательные капсулы на планете. В общем, и повстанцы, и имперцы должны, короче, их захватить. Такие вот дела. Так, значит, что она тут предлагает? У нас тут персонаж. Зарабатывая кредиты, играя в игру, используя кредиты, чтобы брать бластеры, карточки и какие-то ещё вещи. Значит, что у нас есть? У нас есть один бластер, остальное всё закрыто. Соответственно, карточек тоже никаких нет. Это типа как перки разные, там, ну, и дополнительное оружие. Соответственно, персонаж тоже выбрать не дают. Давайте сразу матч стартер нажимаем и попёрли. Вот, зона высадки Салласт. Это, видимо, планета так называется. Я, честно говоря, не слышал такое название, не помню, где оно было, присутствовало в таких частях фильма. Кстати, кто смотрел фильмы, кто любит Звёздный Войн, пишите, какие серии ваши любимые. Лично мои любимые – это оригинальные трилогии. Из оригинальной трилогии мне больше всего нравится вторая часть. Точнее, это эпизод пятый, получается, да? Так, ну давайте, ладно, приступим уже к бою. Это мне сейчас показывают пейзаж, пейзаж можно смотреть бесконечно, я так понял. А, ну всё, давайте, погнали. Как раз-таки вот следующий, другой режим, он происходит на планете Ход. И это как раз-таки по мотивам, получается, пятого эпизода моего любимого. Empire Strikes Back. Пере наносит ответный удар. Тут, короче, просто вот эти точки, вот сейчас враг их захватывает, мы должны их тоже захватывать. У меня, как видите, то есть один бластер, больше нихрена нет, а у них уже сейчас прокачаны, будет всё, а у меня ничего. Но постепенно, если будем сегодня играть подольше, то постепенно всё будет появляться. Вот можно присоединиться к партнёру, то есть к кому-то сзади возродится. Как в батле, типа, ой, кто-то стреляет. Какая сволчица сделала, где он? Патроны тут, кстати, бесконечные, оружие просто нагревается, и потом надо иногда ему остывать. Где эта падла? Кто это был? Вот это двое, блин, что-то тяжеловато, ребят, сейчас играть. Кстати, есть режимы от третьего лица, вот, вниз, если кнопочку подержать, то включается... О, кстати, вот эти штучки можно подбирать, и это будет у меня... А что-то они не подбираются, а почему они не подбираются? Видимо, мне ещё рано их подбирать, это, типа, дополнительные какие-то снаряжения дополнительные. Не знаю, почему брать его не хочет. То есть, наверное, мне нужно прокачаться немного. Нет, ну я всё-таки думаю, лучше от первого лица играть. Сразу по ощущениям, ребят, ну, то есть, по управлению, по анимации. Многие сравнивали с батлой, да, это дело с батлфилдом, но мне кажется, как-то вот ощущается больше как-то всё плавно. Наверное, ближе к, блин, к растению против зомби, что ли, по управлению. Вот именно как-то всё так плавно как-то вот так вот сделано. То есть, а тут как-то всё более аркадно, что ли. Там бежит товарищ. Сейчас, может, с той стороны появится, не знаю, где он сейчас появится. Ах ты, сволочь. Да, блин, не посмотрите, я вроде в башню стреляю, но они меня сразу выносят. У них, видать, пушки там покруче. Мне ещё пока, видимо, тут рано тащить. Да, конечно, графон тут классный. Атмосфера Звёздных войн прям чувствуется. О, на эскейп-пот ещё один появился, да, надо его захватывать. Сейчас счёт 1-1. То есть, каждая команда по одному успела захватить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Будет ли русская версия? Я думаю, скорее всего, будет, потому что Electronic Arts игру выпускает, и, соответственно, они всё на русском вроде как выпускают. Ну, по крайней мере, все игры, которые выходят и на ПК, и на консоль, они выходят на русском полностью. Да что такое, блин, офигеть! Бомбу кидает. У меня даже бомб ещё нету. Это надо вот качаться, качаться, ещё раз качаться, чтобы у меня хоть бомбы появились. О, это наш? Это его? Нет, это не тот. Короче, нету, надо пока как-то крысить начинать, чтобы хочешь кого-то убить. Добивать каких-нибудь раненых там, я не знаю. Так, вот 2-1, наши ведут. Ну, тут разные плюшки валяются. Может, что-то из этого я смогу взять. Вот какую-то взял мину. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что такое, как-то они, я не знаю, они же более живучие. Я вроде первый в него начал стрелять, а всё равно он меня убил. Все бегают, орут, музон играет. Вот, к сожалению, нет настройки музыки. То есть музыка привязана со всем. Может, специально сделали это, чтобы атмосфера была, да? А может быть, это просто в бете, а потом в полной версии настройки звука сделают отдельные там, на музыку, на стрельбу, на всё остальное. Потому что я знаю, что могут прилететь авторские права на музыку «Звёздных войн». У меня уже такое было. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да блин. Ну ладно, это только начало. Прокачаемся, и будет всё нормально. Что дают лайки во взаимодействии? Я, честно говоря, не знаю, что они тут дают. Вот я первый увидел, что на трансляции появились какие-то лайки. Попробуйте, поставьте ради интереса. Мне самому интересно. Ну, кого-нибудь-то я убью сегодня, нет? Ой, гранату бросили. Ну, во, убил кого-то, наконец-то. Тут даже не надо париться о перезарядке, то есть, как... Кстати, у меня есть турель. Если мы будем... Где у нас? Ну, они сейчас уже захватят, короче, да? Наверное, нет смысла её ставить. Да, они захватили эту штукенцию. Надо около следующего где-нибудь, я думаю, будет. Так, где у нас локации? Вот, я сейчас туда пойду и поставлю там турель. Может, это как-то поможет защищать эту капсулу. Так, быстрее, чувачки, быстрее. Вот тут, если они будут подходить и позахватывать её, она раз их тут незаметно так стоит. Издали-то её зафигачить можно, но и так без проблем, я думаю. Так, это наш. Это наш. Да ладно, да. А, надо же было нажать там квадратик подержать, чтобы мы его, да? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Как? Непонятно, вон. А, орбитальный удар сделали, офигеть. Блин, напарник сдох. Приходится самому, короче, всё это дело делать. Он полетел. А, это корабли летают. Видит, тут можно ещё и орбитальный удар делать. Ну, до этого мы ещё, думаю, может быть, дойдём. Сейчас, только сам начало, получается. Ещё играть, играть, играть. О, наши захватили. Четвёртый. 4-2 счёт. Ещё минута 20 до конца раунда. О, тут какие-то, смотрите, бегают эти. Не, не убиваются насекомые, ладно. Зачем это какой-то краб был, наверное, не знаю. Так. Чё-то там они захватывать у нас начинают. Да, блин, тяжело прицелить. А, кстати, не обязательно же, ну, дальний прицел включать. Можно и так стрелять спокойно. Вон, одного завалил, и меня завалили, твари. Ааа. Ну, ладно, хоть кого-то успел завалить. Опа, вон ещё один бежит. О, за ним ещё друг возродился. Типа как в батле системы возрождения. Ай. Блин, они сейчас захватят. Ааа. Так, 4-3 уже счёт. Ну, да, всё, 2 секунды осталось, значит, мы сейчас выиграем. По-любому. Я думаю, вообще, фанаты Звёздных войн просто в восторге от этой игры быть. Потому что тут, ну, так всё прямо сделано. Качественно. Ну, это пока только начало, то первый режим, да. Когда мы дойдём до следующего режима, там просто, я думаю, все офигеют. А чё, время продлили, что ли? Вроде 2 секунды оставалось. Ох ты, падла! Сзади, смотрите, завалил меня. Вот у них уже джетпаки есть, а у меня ещё нет нифига. Может, после раунда дадут чё-нибудь. Там. Лучше бежать за кем-то. В него начал стрелять, а я... Подхвачу. Бесполезно. Тут отстреливаются нехило так. Сейчас захватят, сейчас ничья будет, ёлла-пала. Видать, специально время продлили. Потому что, может, начали захватывать ничья, а ёлла-пала. И чё, теперь будет какой-то этот самый дополнительный раунд? Я ещё не на самом последнем месте. Её пятерых даже убил, офигеть. Я думал, двоих только. Так, а чё, хоть я вот даже не помню, чё за лайки показывает справа. Я вот у себя на трансляции даже ничья не вижу. Эй, странная фишка. Ну ладно. Я думаю, мы, наверное, пару разов ещё сыграем в этот режим. Потому что мне надо качнуться, да? И потом перейдём в следующий, более масштабный. Там просто, как бы, вроде бы требуется более прокачанный уровень в следующем режиме. Вот, Enter Unlocks. У нас что-то открылось. Так, и чё у нас открылось? А, ну вот, первая есть граната какая-то появилась, да? Термический какой-то детонатор. Остальное всё закрыто, видимо, да? У нас 680 каких-то монет. А тут 700. А вот 500. А чё, нельзя купить? Нельзя вроде. А, уровень, наверное, не тот. Ранг 5, да? Ну всё, понятно. Ладно, давайте вот эту берём за 100. Открываем карточку. Теперь нужно эту фишку положить, да, куда-то. Вот. Now, did your hand. Измените свою руку. Вот теперь тут две ячейки, да? Можно вот в одну из них положить эту гранату. Всё. Так. Может, теперь пару же чё-то тоже открылось? Вот, новый бластер открылся, да? Или этот, тот, который у нас был? Хотя написано и Куип. Нет, он у нас был, да? Пока нам рано ещё. Тут надо уровень какой? 5-й, 3-й, 4-й. Ну, в общем, надо прокачиваться. У нас пока второй ранг, я так понял. Несколько раундов надо будет ещё сыграть. Так, вот, давай сразу матч-стартап нажимаем и всё. И вот, кстати, вот бета, да? Вот, блин, да, так всё тут матчмейкинг работает просто качественно. Я просто офигеваю. То есть, никаких вообще проблем. То есть, сразу же заходишь в игру и играешь, всё. Ничего не ждёшь, никаких загрузок, ничего. Сейчас вот всё, скип нажимаю, всё, погнали. Старт. Можно партнёра выбрать какой-нибудь. Во, мы теперь за этих играем, да? За штурмовиков. Отлично. Вот можно вот так вот от третьего лица посмотреть. Ну, где вы все? О, кстати, вот сейчас показывает этот заряд какой-то, да? Ну-ка. Не берётся всё равно. Я не понимаю, может быть какие-то вещи для повстанцев, какие-то для штурмовиков. О, так. Ну-ка, сейчас гранат каким-то... О, кто-то в спину меня стреляет. Белых штурмовиков на камнях хорошо видно. Да, Макс согласен. Ребят, я не забил на чат. Просто дело в том, что неудобно смотреть чат и играть одновременно. Давайте все вопросы. Я буду смотреть, отвечать в перерывах между раундами. Кстати, водичка красивая какая-то. Вообще, локация очень красиво сделана. А, вот лайки, да? У нас 17 лайков. Хе-хе, слева отображается на экране. Что это за лайки? Чего не дают я? Вот честно говоря, впервые вижу такую фишку. Давайте, больше лайков! Темная сторона силы! Кто поставит лайк, тот станет джедаем! Да кто там, блин, лупит, а? Знаете, гранату, если ты там. Не вижу врага. Так, пока 3-0 наши идут, офигеть. Во, 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 вижу, 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 цель. Стоять! Ах ты, тварь, кто? Блин, какой-то снайпер там сзади меня офиганул. Окей, ладно. Смотрите, блин, какие там, да, сзади происходят баталии, так красиво все сделано, корабли летают, тут все, блин, просто, просто красотища. Просто наслаждаться можно. Ну, как-то тяжело мне сейчас играется. Ну, 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 и не я его убил, что ли? А, я убил. Ай! Вот кто, ааа, сволочь. Еще раз, в всяком случае, повторяю, это еще пока такой, ну, мелкомасштабный режим, да, мы сейчас тут прокачаемся немного и перейдем в следующий, где там уже будут летательные средства и там эти шагоходы. Там будет уже снежная планета, то есть все будет очень круто. Все постепенно, постепенно мы посмотрим. Убиваются тоже не сразу товарищи, конечно. Ни с одного выстрела, ни с двух даже. Это может некоторым не понравится, фанатам батлы, да, кто, некоторые любят, чтобы с одного выстрела... О! Ой! Ой! А-а-а! Вот Алексей пишет, что в игре только онлайн пострелушке. Это не так, даже в бете есть оффлайновый режим. Вот. Там, короче, есть набор разных миссий каких-то, но в бете открыт только режим, где ты отражаешь волны врагов и защищаешь эту капсулу. А так будет больше режимов разных. Там можно играть с другом, можно играть с другом. Так, что-то музон тревожный заиграл. Что такое? Кстати, ребят, здесь даже присутствуют персонажи эти, Люк Скайуокер и этот, Дарт Вейдер, но это, по-моему, в масштабном режиме, там, в какой-то определенный момент, они вылезают, ими можно управлять, типа, там. Ну-ка попробуем захватить, не дают сзади, тварь какая-то. А, вон он сидит, сволочь, прям под горой. Нужен ли ПС плюс для бета? Я думаю, нужен. Плюс нужен для онлайна, для любого. Это же онлайн. Кто здесь стреляет? Кто тут только что стрелял, а, сволочь! Будет ли возможность играть с другом, с PlayStation ПК? Нет, я думаю, не будет. Таких возможностей практически ни в одной игре нет, ребята. Я не знаю, почему вы каждый раз про это спрашиваете, то про Mortal Kombat, то еще про что-то. Кросс-платформинг пока только, по-моему, в War Thunder поддерживается, единственная игра, наверное. Кстати, классная эта хрень. Стоит кораблец штурмовиков. Посмотрите. О, наши захватили, да? У меня тут без этого, без джетпак, туда не запрыгнуть. К сожалению. Так, давайте здесь ждать этих повстанцев. Может, кого-нибудь завалим. Гранатка, давай, 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 гранатка, давай, давай, восстанавливайся. Видите, тут как бы бесконечное оружие, да, патроны, бесконечные гранаты, но они как бы восстанавливаются. Надо ждать, пока они восстановятся. Ой, тихо-тихо-тихо. Вот тут тварь, я завалил все-таки меня. Хотя, в первый раз я вроде как отошел в сторону. Ну ладно, что-то быстро вообще в этот раз выиграли. 5-1 счет. Я на последнем месте в этот раз. Неудачный раунд для меня. Тут понятно, тут пока я нормально себе, снаряжение не прикуплю, тут ничего нормального не получится. Кредитки считают. Спасибо, что играли в Battle of Star Wars Battlefront. Два раунда сыграли, типа, вот, спасибо. Так, ну вот опять, давайте посмотрим, во всяком случае, может, что-нибудь еще у нас там пооткрывалось. Ну-ка. А, у нас по-прежнему второй уровень, да, то есть мы... Долго нам еще и дать качаться, да. Соответственно, здесь, наверное, тоже пока еще ничего, да. Окей. Ну, давайте сразу дальше, в следующий матч. Игроки его набираются. Будем качаться, играть, и потом... Все то же самое карты. Я, честно говоря, не знаю, тут в бете одна карта вот в этом режиме всего используется, или, может быть, там как-то они сменяются. В общем, пока я нормально не качнусь там до четвертого-пятого уровня, меня будут постоянку нагибать. А чтобы качнуться, надо убивать врагов, блин. Вот палка о двух концах, короче. Ох, одного грохнул. Что-то мне за пять убийств дали, короче, да? Ай, свой, свой, извини, чувак. Походу, тут этот самый friendly fire не работает. О, еще один готов. Приня, автоматом нажимаю квадратик, а ничего перезаряжать не надо. Тут бывает, что если пушка перегреется, там что-то тоже можно нажать, квадратик будет, но я не понимаю, что это дает. Так, тихо, 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 тихо. Гранаты ему хоть кого-нибудь убить. Планирую ли я провести стрим по Metal Gear Online? Да, планирую. Будет тоже на нашем канале стрим. Я уже опробовал Metal Gear Online Мне, в принципе, он понравился Поиграть можно будет Думаю, с ребятами соберемся Блин, убили там чувака Там раненый же был Чел, как же, или от него он убил? Где эти пазлы? Куда ты собака? Ну, долети, граната, долети им там А, суки Крохлый у меня со стороны чел О, а что это бластеры появились какие-то? Что, можно менять что-то? Нет, вроде У меня только один То есть, а, тут можно просто между возрождением Что-то сменить у себя из этого, да Ну, давайте вам дальше погнали Если у тебя что-то есть, а мне пока ничего нет Я же бомж-повстанец О, ранг 3, да, ребят Скоро можно будет что-то Еще бы до 4-го качнуться и будет нормально Так, захватывают, да? Сейчас захватят, блин Все, уже, наверное, захватили Считаю, что можно, наверное, обратно бежать А, кто-то меня застреляет Ну, что, давайте следующий пот, где он там? Уже появился следующий пот Конечно, в команде с друзьями будет надо весело играть Что-то договариваться, где, как вместе бегать Хотя, это все на словах кажется, что вместе бегать А потом все-все разбегаются Интересно, сколько будет карт Сколько будет карт всего в игре Какие они будут Ай-яй-яй-яй, кто стреляет? Ай! Тут, кстати, классные эффекты Все эти взрывы Все как в фильме, короче, сделаны Искры там А-а-а! Ну, кто лупит-то, а? Ну, не вижу я Ну, бей, не вижу Сейчас убьет ведь А вот он, наверное Не, я его убил, нифига Как всегда, Мазила Сдохнут, нет, летающих Так Все вроде нормально Так, что, захватили, что ли? Э, вы что, охренели? Вперед, товарищи! Мы должны сдать пинка Империи А почему здесь нельзя сейчас за другом возродиться, я вот не понимаю До этого же появлялась здесь такая хрень Или это зависит от того, как-то кто-то в отряд присоединился или нет, что ли, я вот не понимаю. То есть до этого было присоединиться к напарнику, а сейчас почему-то нет такой возможности, это странно как-то. Оно само собой как-то все поменялось. Возможно, как в батлету, типа как-то кого-то к тебе к отряду бывает присоединяет автоматически, и ты, короче, это самое, за ними возрождаешься. А может и не присоединить, да? Ой, типа, блин, ракета какая-то сверху прилетела. Опа-на, тут что-то такое. А, захватили они, типа, да? Ну-ка, 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 ну-ка Так, захватываем, захватываем потихонечку Контролируем ситуацию Так Черт, меня убили, мистер Ходди Некий Го потом за Империя Тут автоматически получается два раунда И сначала ты играешь за этих, потом за повстанцев, потом за имперцев Вот так вот оно меняется Как в батле тоже стороны же меняются Ну вот, чем мне нравится, тут нет такого, что, типа, ты играешь против русских, там, еще против кого-то, да Тут просто ты играешь Либо имперцы, либо повстанцы, и все То есть никакого такого этого Какого-то расового Политического и прочего Ох ты, блин, фига тут жахнуло что-то Куда ты бежишь, падла? Блин, вот долго убивать, реально То есть сколько надо всадить, чтобы он сдох Ох ты, блин, гаранты кинул, гад Так, Рексу хотел записать геймплей за Дарта Вейдера Вот я не знаю, смогу ли я это Надо знать, как это всё делать Мы сейчас ещё, ребят, будем вместе разбираться Как тут что делается За кого играть Вот в этом режиме тут я так понял Нет геймплей за Дарта Вейдера Это более масштабно в режиме, где там до 40 человек Ааа, сука Убили под конец, твари О, смотрите, я 10-х кокнул, да? И 8 раз умер, уже прогресс Привет всем, кто заново присоединился к трансляции Не забудьте лайк поставить Ваши лайки отображаются в левом углу Хе Ааа Атаку шагоходов хотите, да? Ну это мы обязательно сейчас посмотрим Мы ещё только начали По сути, смотреть игру Спасибо, что играли опять Пожалуйста Так, ну вот, сейчас можно выйти И перейти в более масштабный режим Да пребудет с вами лайк Хе-хе Ну вот, ребята Волки Рассолт режим Называется Если вы ещё Не подняли свой ранг И взяли несколько анлоков Прежде чем Терапыры Чего? Непонятно вообще, что они хотят Но в общем предупреждают Что лучше играть С высоким рангом в эту игру Вот, я про что и говорил Возможно стоило всё-таки подольше Побегать в тот режим, в первый Ну ладно, фиксим Сейчас посмотрим, что-то есть Тут зато будет покрасивше всё Это вообще Самая красивая Карта, наверное Планета Ход Мне всегда Вот в фильме нравился Больше всего эти моменты Где они тут воевали Чё там по анлокам-то Ничего у нас не появилось Ну-ка, ну-ка, ну-ка Во А чё, во Вот какая-то пушка появилась ещё, да? Это у нас есть А это можно разлочить Ну давайте разлочим, да? 750 нас за неё, да? Это бластер какой-то Бластер, так и называется Бластеры Это нам пока ничего больше не разблочить Атака здесь Новые карты, смотрите, появились, да? Вот что это у нас Циклер Рифл Какое-то ружьё У нас кредитов не хватает на него И Ион Шот Модификация позволит вам В вашем оружии стрелять Заряженным Ионом Болтами Ну давайте её разблокируем Раз уж Так и чё теперь её Куда-то можно же поставить, да? Будет, наверное, вот А, нет, не сюда Может сюда? А это Ион Шот и есть, да? Точно Вот он посередине Посередке ставится Вот Ну всё, давайте тогда Перейдём к делу Народ там уже 33 игрока набралось Жаль, что в игре не как раньше Воин и клонов против дроидов А почему жаль? А вот эти воины клонов Это, мне кажется, не самая интересная серия Фильма Это всё-таки тут такой Возможно, тут всё будет Тут может и дроны будут Кто его знает Просто это сейчас в бете То, что показано Если тут будет обхвачена вся вселенная То есть все эти периоды То может быть что угодно появится на самом деле Так, ну что, давайте А вот тут можно за партнёром присоединиться уже Видать меня кому-то в команду цепануло Ну давайте за партнёром Возродимся Ну тут надо ещё разбираться, что здесь сделать Смотрите, тут показаны вон какие-то синенькие Это что-то наше, видимо, да? Красные, это шагоходы, это вражеские Видимо, нам нужно их остановить Каким-то образом Что-то он тут активирует Ага, связь тут что-то активирует, короче Это, возможно, от точки возрождения, кстати Больше гахода Смотрите, пока Сейчас я не могу в него стрелять Видимо, как-то их по-другому надо валить Возможно, их валят Это на летающих там На этих тарелках там Где там они, кстати, эти? Даже, видите, вот Прицел другой И, скажите Не знаю, в общем Наверное, бессмысленно в них стрелять просто Ну в голову, давай, давай Там ещё какой-то идёт На другом таком маленьком Мелком шагоходе Ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой-ой, страшно Так Возможно, наша фишка Вот именно бежать И вот эти вот Активировать вот эти вот Спутники Тарелки вот эти Так, это свой там, да? Стать стрелять? Опа, какой-то спутник Нас завалили, да? А, нужно вернуть его К онлайну Ага То есть вот это, видимо Видимо Вот вроде стреляет Вроде что-то Отнимается А, сейчас он не убьёт Точно же, а? Да, сложновато тут играть Ну вот Клав пишет Фильм, она простяшка спотнулся Но в игре, наверное, нельзя их делать А, мне кажется Тут можно будет делать По-моему, показывали на E3 Но это надо ведь ему Управлять истребителем Как ему управлять Я пока ещё не знаю Но, по-моему, тут тоже можно это делать Тут вон они летают Смотрите, эти Вон, тай-файтер Директно они называются Вражеские-то Он, знаешь, гад, целится, по-моему Да блин, убивает быстро вообще Умирает медленно А убивает быстро Вот пишет, что на карте какие-то места есть, да Где можно будет технику выбирать, видимо, да И, знаете, стреляют прямо так Вот некоторые, я не знаю Может, есть какой-то смысл в этом Вот у меня сейчас пушка перегрела Много выстрелов я за раз сделал Вроде попадания показываются А что-то есть смысл по ним стрелять Ну, я думаю, сейчас Вот, смотрите, вон летает ещё Мы постепенно разберёмся Найдём эти точки, где можно возрождаться Там и, типа, вот Где можно брать технику Или вот Кого-то из героев Я знаю, что тут можно играть За Люха Скайуопера И за Дарта Вейдера Ну, вот это надо будет ещё найти Где и как это делать А что, пушка не работает? Она быстро перегревается, падла Эх, убили, конечно Тут не засидишься особо О, а что это за хрень? Управляемый тоже, что ли? Вот против этих, я не знаю Даже, вот, кстати, вот там надо Активировать Активировать, если до туда добежим Может, тут и можно Вот через эти вот спутники Вот, активировал Ну, не знаю, что нам это дало Какой-то вражеский там снайпер, по-моему, бегает Не, нифига О, прям летает Смотрите, бомбят Во, нифига себе, да Я в него стрелял, стрелял А он у меня раз и всё Так, сменить оружие, да, просили? Давайте посмотрим Вот этот вот бластер Мы же не брали ещё Мы его купили, а не взяли Не знаю, удобно ли с него будет Или как вообще Вот тут какая-то база у нас, да? О, смотрите, это Летательный аппарат Только я не знаю, можно ли в него сесть По-моему, нельзя Он, наверное, какой-то нерабочий Музон попёр Та-на-на-да-да Та-на-да-да-да Та-на-да-да-да Беда не приходит Одна На-на-на-на-на-на-на-на-на Все белые Вот эта база явно этих пилотов, короче Блин, а как же залезть-то? Может, как-то можно всё-таки залезть-то Куда-нибудь Валяются везде эти штукенцы Непонятно Я даже не вижу, чтобы кто-то залезал просто сюда В них садился О, щит я взял, да? Для отряда Можно будет ставить Или 1р1 нажать А вот уже один чувак щит поставил О-о-о, тут уже эта хрень А так мы сквозь щит тоже не можем стрелять, что ли, получается? Не, ну это бесполезно Граду только в бедуке Ай! Ай! Ой, страшно, страшно! Блин, ну вфига стоят и всех мочат, блин Их вообще взорвать-то можно, там, простым людям-то ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Перегрелся, валим отсюда Да, блин Сплит страйк какой-то вот сзади меня лупит по моему кто это делает откуда из-за холма вообще как попали то меня не так и где-то оказался тут на отшибе вообще проб просто на полном отшибе а чё я туплю над вон там активируется спутник ну кто меня там опять попадается но блин больно обширная территория тут смотрите нифига карта да так ладно где тут у нас на блоке вон там где-то вдали были ну что такое да это что сейчас было какая турель меня убила не успел возродиться а лежать я не вижу кто стреляет блин тут эта хрень щит поставил короче так нам куда-то туда нужно блин ну реально война ощущается просто войнух натуральная звездно-воиновская что-то я не не в том месте поставил щит по моему нам туда нужно вон прорываться а уже захватили что ли наши уже захватили здесь блин я хочу жить ребята мне кажется они выигрывают них он два шагохода и что-то полоска готова красное всего неумолимо растет так кто у нас там есть вот я чё я как блин я думал я с ним сяду там часто там же они по двое вроде летали а я где-то блин оказался опять задница так вот видите летать можно управлять этой фишкой надо разобраться как-то делать как туда попасть x-wing блин вообще войнух и жестко а чё это было а и тесте у нас можно наблюдать да смотрите какой блин масштаб происходящего как бы мне к чуваку присоединиться который вот люк skywalker сейчас мы за ним зародился выслать а все конец короче проиграли мы не успел я псих люк skywalker всех краб сайт ребят еще раз стали код на ps4 сейчас нигде не возьмете в завтра будет уже доступно открыто для тех кто делал предзаказ может вообще для всех без предзаказа будет это но вроде изначально был по предзаказу сейчас еще посмотрим еще побегаем так что у нас в этот раз может еще открылась вот на это нам не хватало денег сейчас тем более не хватает окей пойдем воевать тогда лучше ну тоже стреляет там так а теперь мы короче играем за этих до штурмовиков вот так он выглядит и нам нужно деактивировать эти точки короче а вот что с этими шагоходами я так до и спор не понял так так держись чувак так куда ты пошел стоять штурмовики никого не прощают не отпускают и в чёрт сдох я все-таки неплохо держал место тут чуть не захватил короче и вот опять смотрите здесь почему-то нельзя возродиться с напарником вот в этот раз опять я не понимаю в чем прикол то есть может когда за штурмовиков играешь так у меня турель есть так у меня турель есть ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё блин тварь убили не успел я о это моя турель бомбанул эту штуку классно использует кнопку с треугольником пишет коментах но это просто вот эти пули будут таких типа ионизированные я не знаю в чем прикол эти пуль можно попробовать конечно это наш нам или нет не пойму а какая сука хреноси с такого расстояния меня бомбанул с бластера это как так вообще что вообще наглеют повстанцы и не и и и и и и Орбитальный удар, это я взял орбитальный удар? А как его управлять? Куда он уводить? Что-то я не в тему. Пока лучше уберем, надо место хорошее найти для этого. О, ну-ка. Ну как сделать этот удар орбитальный, сука. Так, ну у меня эта штука осталась еще, ребята, можно попробовать ее использовать. Откуда-то стать издалека, где видно скопление врагов и сверху желательно как-то не подняться нифига. Где-нибудь надо бомбануть. Ну-ка там, что у нас происходит? Не вижу, ничего не происходит-то вроде. Держу, R1, R1, R2. А, вот еще бинокль. Подождите. Что-то, видимо, я сделал, я не знаю, она у меня закончилась. Может, сейчас будет удар орбитальный? Давайте подождем. Вроде ничего не происходит. Привет с ним. Наколбасит-то. Ааа, кто? Ааа, дядя, дядя, дядя. Жить хочу. Я простой штурмовик, хочу жить. Защитное поле юзает, чувак. Чего они там бегают в ногах? Может, они что-то могут сделать все-таки, я не знаю. Ааа. Ааа. Чего у нас, этот? Хреново, хреново этому стало, ходячему. О, один сдох, короче. Да. Ааа. 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 Аааа. Попробуем по ионизированными зарядами пострелять. Что это дает, я не знаю, надо сильнее ущерб. Ааа. Ааа. Он быстрее стрелять что ли. так удары орбитальные заходим отсюда он там синий это кружок да ой вот этот точный игрок управляет вот где на нее сесть я не знаю на эту штуку так вот там оффлайн надо что-то сделать да наверно у экран сотрясается все как реально сделала даже не джетпак да ну да так вроде наши бегут да внутрь да тут можно еще свалить и это команды какие-то отдавать я чё баба играю что ли и голос а и вкусняшку забрал гад так это кто какого хрена спиной тут они возрождаются так ладно все-таки как понять резюме restart with ранг как понять как как тебе сесть какую-то технику вот в этом пока не могу разобраться нет никакого интерфейса я не вижу чтобы тут предлагали где-то выбрать что-то о дарт вейдер полу там появился ну-ка ну-ка вот смотрите в фигаре пойдемте за дартом вейдером за империю дарт подожди нас всех расхерачить а а а а а а мочи их дар давай ну-ка как посмотрим делать вот сайте этот летает товарищ и дарт вейдер то у нас там я хочу писать или он уже сдох да все я дарт вейдер закончился а а О, Люк Скайуокер. Ааа, сволочи, я тут хотел себе усиление включить, и меня в это время убили. А ведь я почти его грохлыл, кстати. А вот сейчас какой-то значок был, да, вот может этот типа в корабле сесть, но он исчез у меня, короче. То есть это вот такие, в рандонных местах, на очки разбросаны, получается, да, их надо вот искать. Сложновато будет. Падла. Во, шагоход, значок. Ну-ка, 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 стой, 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 не исчезай. Так, и че? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Во, ребята, смотрите. Вот она фишка-то, я теперь в нем лазаю, короче. Только это на время, всего лишь минуту, что ли? А он че так еле-еле передвигается? Так и должно быть. Я даже не вижу никого, врагов, только свои. Пругом. Может, R1 ходить? Вот, что-то R1, кнопка. L1, что-то R1, что это такое? А переключаться, что ли, между пушками? Можно, наверное, камеру сменить. Нет? О, что это такое? Ну-ка. Ну, я тут на каждую хрень по одному выстрелу, да? Все, короче, я поправлял, а все, меня выкинули. То есть, вот такая фишка, вот в чем прикол. Вон еще есть значок шагохода, но я не хочу больше шагохода. А вот тут что у нас означает? А, это это. Это и гад! Воришка! О, какая-то умная ракета. Чуть-чуть! Да! Или залезь все-таки в него разочек. Давайте залезем еще. Может, сейчас там враги будут, постреляй хоть по ним. То есть, по сути, ты им как бы не управляешь, ты можешь пушками с него управлять, стрелять там. Только еще хрен наведешь, что у него башка как крутится. Вот надо кого мочить, да, этих летающих? Ну да, мочить не вижу даже, не пойму. Вроде везде свои бегают. Конечно, куда шарахну, туда шарахну. О, победа наша выиграли. Ну вот как-то так. Так, очки пошли по счету. Так, кто у нас тут? X-Factor, привет! Как батла? Отлично, вроде прикольно. Качать стоит, но сейчас пока не получится ни у кого из качать, если у вас нет специального ключа. Где ключ взять? Нигде не взять. Вот ждите, когда она доступна будет завтра. Лорд Вейдер слишком величен, чтобы быть в МКХ. Ну, он же был, по-моему, в Soul Calibur. Почему бы ему не быть в МКХ? Так, что у нас там? Мы же денег-то что-нибудь заработали, нет? 590... Не, не хватит. Не хватит. Третий уровень. Давайте дальше еще рубанемся. Скорее всего, игра будет на русском языке, ребят. 99% я в этом уверен. Так, ладно, давайте, погнали. Ну, там уже... Ты че, охренел? Не успел я возродиться. Мне такое ощущение, что тут сложнее играть за повстанцев, чем за имперцев. Потому что у имперцев всякие вот эти вот штуки, ходилки и все такое прочее. А повстанцы с голой задницы практически. Можно ли эту охренеть-то сбить летающую? А-а-а, сейчас она меня замочит. А у меня, кстати, дальше не поворачивает. Почему так сделают, чтобы пушки нельзя на 360 градусов ворочать? Типа, чтобы на своей позиции они вдруг не захватили и не стреляли. О, лорд Дарт Вейдер идет. Сейчас мы его захреначим. Он, правда, отображает все наши выстрелы. А-а-а, они в меня прилетели. Или кто это там меня застрелил. Какая сволочь. Вот тут почему-то можно начинать за кем-то возрождаться. А когда играешь за имперцев, нифига не дают. А-а-а, нифига себе, тут что-то такое сейчас было. Блин, жесть пока это происходит. Погнали. Так, а я так полагаю, что тут могут быть значки только за вот этим управлением летательным аппаратом, да, и если вдруг дадут люк Скайлокера погонять. Ну, вот это, наверное, очень сложно наткнуться, наверное, на такую штуку. Орбитальный удар. Блин, я прямо рядом с ним нахожусь. Бежим отсюда, нафиг. О-о-о-о, Павла! Вылезутся, смотрите, как... Вот как хорошо, штурмовики-то маскируются на планете ход, да? Самое оно. А там на камнях-то в первом, кстати, ход. Не больно им, прикольно. Да кто у меня стреляет-то? О! Блин, тварь, надо щит ставить. Так, народ, не забывайте лайки ставить. О, люк Скайлокер побежал. Люк, подожди меня, я твой отец. Или ладно, я твой брат. Я хочу посмотреть, как ты всех кромсаешь, люк. Куда уже он убежал-то, а? Гаденыш. Люк, ты где? Эй, дуб тебе. О, ну там стреляют, я отсюда даже в них не попаду. Ах, умираю, люк. Покажись мне напоследок перед смертью. Нет, вроде я еще жив. Штурмовик шею? А-а-а-а, сука! Чего их там двое? Родился один за другим. А что это же штукенция? Это тоже пушка что-то какая-то? Мы не можем ее управлять, получается? Или можем? А-а-а-а! В задницу у меня зафигарили. О-о-о-о! Так, давайте посмотрим, кто тут у нас есть. Эй, ладно. Партнер мертв. Придется идти самим ногами волкать. Так, о чем я сейчас там за... Защита, что ли? Да что такое этот хер там? Не убиваем какой-то... Ваутбой, фанат... Ваут что ли? Не, в эту штуку долго стрелять. Вот, кстати, я квадратик нажал, он так что-то раз, как будто он обжегся с этим бластером. Не знаю, для чего это сделано. Что это дает? О, Дарт Вейдер! А, черт, не дошел до Дарта Вейдера. Ребят, сменить бластер? Я уже менял бластер, тут, в принципе, у меня только два сейчас. Вот когда что-то новое откроется, да, сменю. А что с этой пушкой бегать, смысла нет. Надо, чтобы прокачаться до пятого уровня, там, четвертого, до пятого, чтобы новые пушки открывались. Тогда будет смысл. А с этого, в принципе, неплохо убивает. Так, орбитальный удар, ела-пала, опять. Ну-ка, 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 давайте. Сел за пушечку, называется. Снег, кстати, хорошо очень сделал. А, о, Дарт Вейдер! А, бачи его! О, я его завалил, кажется, нет? Или люк его завалил. Черт. Вау! Вау! Ну-ка, на этот опять шагоход идет. Ну-ка, давайте развернемся мы хоть к нему. Ну, пушка не поворачивается в его сторону. Ну, как так-то? Ну-ка, ну-ка. Ой-ой-ой-ой, что такое? Куда ты бежишь, штурмовик? Так, что там вот удают? А-а-а! Так, что тут происходит на поле боя? Еще посмотрим со стороны. О, чувак летает. Вот полетать бы тот попробовать. Блин, я как-то помню, как я раньше восхищался. Эти игры выходили под «Звездные войны» такие в свое время, там, на полосунике 3DO, там, где там корабль летает, там, что так... Типа, как кадры из фильма было сделано. И сейчас вот так все смотрится, только уже 3D-шное такое настоящее. Уоркер, таблицейл, таблицейл! Чёрт! Да блин, выйти не дают, сволочь! А вот стреляешь-то, я даже не вижу. Там какой-то снайпер сидит, короче. А-а-а! Во, я полетать сейчас, наверное, смогу, да? Во, наконец-то, ребята, сейчас мы полетаем! Как хоть он управляется-то? Ой! Ой, как он тяжело управляется-то, а? А-а-а! Подожди, подожди, подожди! А ведь из кабины-то есть? Во, можно ведь из... О, смотрите, как шикарно! Блин, офигеть! Как это все смотрится! Ну-ка, я вообще управление какое-то непонятное! Я вообще... Стой, я не понимаю, куда мне... Как... В бой-то вернуться! Не в том направлении, лечу! Я лечу к вам, ребята, сейчас, все, подождите, сейчас все будет! А-а-а! Не долетел! Жескач! Полетал, как обычно! Это кто у нас там желтенький? Это свой? В чем у него желтенькая хрень над головой? Это что значит? Это может, он типа в отряде у нас, или что? Кого-то там родили! Орут! О, блин, так все взрывается классно! Просто шикарно! Орбитальный... О, орбитальный удар! Ну-ка, мы сейчас попробуем! Ну и что? Залочился, ну и что? Будет удар у нас орбитальный по этой штуке, нет? Я жду удар орбитального опять! Что-то он дымится! Я не понял, было ли это удара? Непонятно! Мне кажется, не было! Что-то я не так сделал! Так, кто тут у нас? Что-то происходит! Защищаем! Всех так еще блестит! Прикольно! О-о-о-о! О-о-о! 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 Мне кажется, постоянно проигрывают эти революционеры, короче, повстанцы! Такое подозрение! О-о-о-о! Это что такое? О, опять леталка! Ну-ка, надо попробовать все-таки, должно получиться как-нибудь! Хоть как-нибудь-то! Блин, у меня какая-то хрень летает, а еще другая стреляет! Тварь! О, плюс сто! А че... Он... Он-то не сбился, что ли? Блин! Да как на них всю силу направить на этих локеров? Чем... Так, вот тут что-то валяется, ну-ка, ща возьмем! Че я взял сейчас? Ничего я не сделал! Все, проиграли мы, короче, ребят! Так и знал, что проиграем! Если в игре сюжетка, я так помню, что здесь как таковой сюжетки не будет! Тут будут просто какие-то миссии! Синглплеерные! Просто миссии, скажем так! На карте! Бегать там, с ботами! Ну и обучение тут будет! Оно тут... В меню есть обучение, но оно закрыто! В данный момент! То есть оно будет в полной версии! Спасибо, что играли! Ну давайте еще, я думаю, зайдем в другой опять режим! Тут что-то опять, я... Ну медленно прокачка идет! Посмотрим опять! Вернемся к начальному режиму! В менюшку сейчас еще посмотрим! Ну вот смотрите, да, ребят! Какие тут мультиплейные режимы должны быть! Кроме вот этих вот! Дропзон, да? И волкарасалт! Тут еще Супримаси! Файтер Сквадрон! Это, видимо, только летать, наверное, да? Будет! Бласт! Карго! Это, видимо, груз доставка какая-то! Дроид рано! Тут какой-то бег на дроидах! Не знаю, что там будет! Вот такие вот тут режимы будут! Потом мод миссии, да, видите? Тут есть тренировка! Соответственно, она тоже недоступна! То есть тут будут обучать просто разным режимам! Вот! И есть еще режим битвы! Сражайся против друга или компьютера! Вот! То есть это... Тоже недоступно! Что тут как? Может, тут какие-то сюжетные битвы более? Я не знаю, что это такое будет! Пока непонятно! И вот Сурвайл, это выживание! Это вот синглплеерный режим здесь есть! Ну, тоже карта! Точки храняешь! На тебя враги! И ты их отстреливаешь! Выживаешь! Вот такие вещи! Все, что есть! Тут также тут сайте какая-то коллекция есть! Что-то можно собирать! Вот что-то я открыл! Три каких-то... Ну, давайте посмотрим, что я открыл! А, ну вот! Карточки! Бластер! Ну, почему-то персонажа нельзя посмотреть! Not available in bet! То есть персонажей в бете мы открывать не можем! Видимо, получается так! А потом можно будет их открывать и смотреть! Вот, смотрите! Можно пушку повертеть, посмотреть! Так, ладно! Давайте все-таки еще разочек сыграем! Мультиплеер! Вот, дроп-зона! Дроп-зона! Самое, что мне нравится, очень быстро набираются игроки! То есть, вот это все очень четко работает! Не как во многих других играх! Ничего ждать не надо по два часа! Вот, все, сразу же! Тебя закидывают и все! Никаких проблем! Не знаю, как будет, когда игра вообще выйдет! Там, когда будет куча игроков! Там, сейчас, может, игроков не так много! Gone Tatooine! Ну, а как-то тут вот только две карты! Вот! Вот это вот! И ход, в который мы играли! Больше ничего пока не показывают! Не дают выбрать! Так, ну ладно! Погнали! Посмотрим еще раз, как тут все будет происходить! Тут все проще! Тут все менее масштабно! Так, начинаем! Блин, гад, а! Вот с такого же бластера, как у меня, у меня зафигачил! Более шустрый оказался! Втроем не можем там одного завалить, короче! Так, уже 1-0 они ведут! Захватили одну капсулу! Все, 2-0, что-то проиграли вторую капсулу, ну, короче! Видать, у них игроков, может, больше набралось! Блин, дым тут ни хрена не видно! Тут только что убили его, да? Отлично! Вау! Блин, ты гад, блин! Так! На радаре почти не вижу врагов! Тихо-тихо-тихо-тихо! Блин, да что такое, а! Ну, зарви-то кого-нибудь, а! Давайте хоть одну-то шлюту хрень захватим капсулу! Так, я где-нибудь сейчас тут встану, буду прикрывать все стороны! А-а-а! Прикрыл, блин! Что-то вообще какая-то движуха тут жесткая началась! Блин, уже 3-0! Ну, тут какая-то что-то жесткая команда попалась, а что он уже 3-0 ведут! Не то, что я тут один, тут я вздыхаю! Тут все, по-моему, вздыхают! Дайте мне примочечку какую-нибудь! А, заряд! Какой-то заряд дали! Ну, все, мы раунд уже проиграли, это точно! Через 4 минуты мы 3 точки не захватим, это точно уже 100 пудов! Можно так, чисто себе, попробовать только фрагов понабивать! Ну, где все эти сволочи? Ай, блин, ну, тварь, а! Давай, жизнь устанавливайся! О-о-о-о! Блин, что-то взорвали рядом со мной, верно, тварь! А-а-а! Уже 4-0! Ну, там вон еще один пот, да, упал! Давайте его искать и... Ага, они уже его нашли! Уже захватывают! Что-то вообще просто не везет, видать, в этом раунде! На той карте штурмовика больше везло, но это, видать, больше этим ведет! Повстанцам! Ой, гарната! Да тварь ты, а! Вилли киллер, блин! Ну, и как мне? Мне нравится! Конечно, хотелось бы побольше карт, всего остального! Тут только два режима, две карты в бете! Маловато будет! Все, проиграли мы, короче! Ну, за что? Будешь проиграть, что стреляешь уж в меня, блин! О, отлично! У меня ноль вообще убийства в этот раз! Лучший раунд, наверное! Вот, макс пишет, у него предзагрузился Battlefront на ПК, завтра тоже будет играть! Завтра, наверное, все будут играть, весь мир, наверное, будет фигачить, что мы как бы серваки не упали! Все сейчас насядут! Так, тут смысла сейчас, ничего-то покупать нету, наверное, да? Что там по деньгам-то у нас? А, 910, ну давайте эту хрень купим, какую-то винтовку, циркл, рифл! Так, ну, ка, ее надо будет теперь поставить, да, наверное? Ну-ка, куда ее? Так, анлок! Так, и тут, наверное, надо ее где-то будет сейчас... Ну-ка, сюда-то можно будет ее? Вот, точно, ее можно сделать, отлично! Посмотрим, что это за штукенция такая! Так, давайте, погнали! Пока, самое лучшее бета, вот, пишет в комментах, ну вот, по крайней мере, по качеству, то есть, по качеству работы, серверов и всего остального, да, по-моему, лучшее! Потому что, вообще, то есть, вот, без проблем, просто ты нажимаешь, и все, и ты в игре уже, и все, ничего ты не ждешь никого, никуда! Ну-ка, убивает, правда, быстро! Хотя, посадить надо много довольно-таки патронов, чтобы чувака убить! Может, тоже отчет зависит, может, что-то, может быть, прокачивать, чтобы не так быстро умирать? Я не знаю. Айди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди! мне очень нравится такое знаете плавное управление очень такое это все так очень очень приятно управляется у него есть свои 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 там где-то упала эта хрень пойдемте этом защищать да ты иди сюда на хочу как-то пушку включить в а снайперка типа да получается надо подальше отойти тогда наверх забраться а сколько тут выстрелов один что ли всего блин тут хрен заберешься еще но тоже стреляет до чего один выстрел ну понятно это тип как вот тоже как город укинул разок ну видимо если попадешь убьешь сразу там не штурмовики бегают так вот что-то взяли бластер канон какой-то это бластерный пушку сейчас попробуем где-нибудь может быть использовать если будет скопление штурмовиков никого не езжа отсюда вот они там стреляются чему косяк турель да походу бластер кэм или чуть другой уже взял пока бегал тут ну-ка пускай стреляет на а это просто пушка то есть они надо ставить стрелять сукой иди сюда мой чувак повис в воздухе захватили мы уже все мимо короче ой что-то у меня закрылся браузер за фигня ой ой Не, не убился до ультера, ну, в принципе, нормально, вынес так здоровиться. Смотрите, говорит он реально, почему-то здесь вот в этом режиме тащат именно повстанцы. Смотрите, уже 4.0 мы ведем, то есть как-то, я не знаю, может потому что штурмовики белые лучше видно на фоне камней на самом деле. А вот в том режиме наоборот тащат штурмовики, потому что там снежная планета, да, как бы. Ай, ой, 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 ой. Куда я гранату бросил? Что, захватить решили? Что это такое, термофолдер какой-то, что это я взял? Захватывают гады, далеко там бежать-то, ну, мелкие цифры. Ой, снайпер, ай, тварь! Надо им гранату кидать. Пойдемте захватывать еще один под. 4.1, смотрите, они все-таки один захватить успели. Сволочи такие. Что-то я там бросил, я не знаю, что это, может, это мина какая-то или что это, но меня сразу убили, короче. Блин, смотрите, что-то они это самое. Какой период Звездных войн в игре, я, честно говоря, сам не знаю, какие тут периоды, может, тут по-разному вообще происходит. Сложно сказать. Ну, по идее, если Люк Скайуокер бегает в черном костюме, то это где-то как раз-таки получается между пятой и шестой частью, между пятым и шестым эпизодом, получается, когда он уже такой стал джедай, уже такой продвинутый. Получается, где-то там. Что-то эти разошлись, штурмовики-то уже второй захватили капсулу. Блин, тварь, кто там, сука. Ловите, сволочи, гранату. Я поймал тоже. Даже скач. Не дайте захватить еще один этот самый. Вы что? О, защищаем. Защищаем. Ну, сзади, сзади, лупит меня кто-то. Дайте, дайте восстановиться. Падлы. Ааа. Да, сложно сориентироваться. И там, и там убивают. Ведь со всех сторон убивают. Если говорить о эпизодах, то, да, Планета Ход, это пятый эпизод. Но, с другой стороны, как бы, тогда Люк Скайуокер был пилотом, там, как-нибудь еще летал, там, то есть, он еще у нее не было, джедайская сила развита, да, только в конце развелась. А тут он уже такой, типа, как будто он такой уже продвинутый джедай, ходит в этом черном костюме своем. Так что, по идее, после пятого, наверное. Ну, хрен его знает, на самом деле, тут, может, не обязательно хронологически, чтобы вся, как-то, была тут, установлена. Ааа, сухо! Че, они захватывают последний, смотри, если сейчас они захватят, то будет ничья, потому что время вышло, все. Надо гранатами закидывать нафиг их. Чтобы они не смогли захватить, потому что, в специальное время остановилось, что кто этот пот захватит, либо мы захватим, мы выиграем, либо они захватят будь ничья. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тут какое-то, че, оружие? Да кто там, тварь, какая-то, блин-а-а-а! Легко ли переключиться на третье лицо? Да, легко, вот, сейчас переключусь. Кнопочку вниз зажимаем на крестовине, вот мы от третьего лица играем. Ну, тоже, кому как больше нравится, кому как красивее. То есть, тут, правда, прицел по-другому, когда показывается с приближения, я не знаю, от третьего лица. То есть, вот так максимально... Ой, я куда-то запрыгнул в яму! А джетпаков-то у меня нет, так что... Блин, они захватывают, сволочи! Ничья, сука! Ну, вот, как-то так, ребята. Ну, что мы тут... Что мы тут получили? Ранг 4 нам дали! Что-то должно за это нам открыться, но... Не знаю, что. И есть у нас на это деньги. Сейчас посмотрим. Так. Ну, вот пушка открылась за 450, да? Типа, можно ее купить. Бластеры. Ну, и все, в принципе. Вот тут, может быть, в картах что-то тоже пооткрывалось, конечно. Вот, да, открылись еще. А, вот джетпак открылся, да, видимо? Удобная вещь, кстати. И персональный щит тоже открылся. Тоже вещь хорошая. Так. Ну, денег у нас на них нет. Так что, вот. Ну, что ж, я думаю, на этом мы завершаем первое знакомство с бетой. Star Wars Battlefront. Если захотите увидеть еще трансляции на нашем канале, видосики по этой бете, по этой игре, то обязательно ставьте лайк под видео, пишите об этом в комментариях. На этом у нас все. С вами был Раштанин Зука. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова